Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого, и это продолжение необычной партии в Сидмер Стивилизейшн 6. В ней я не играю, а комментирую то, что происходит в партии на шестерых. В моём сервере, в Дискорде, все игроки находятся в одной комнате и стримят то, что они делают, а я переключаюсь между их окнами и стараюсь комментировать происходящее. Если вы не видели первую серию, то рекомендую перейти к ней, ссылка есть в описании. к этому видео, и либо в правом верхнем углу вроде должна была появиться. Спонсоры канала видят все серии сразу во вкладке «Сообщество». Ну и прошу вас в комментариях писать, как вы относитесь к подобному формату. Приятного вам продолжения просмотра. Давайте люкса ещё посмотрим. Стены. Кампус. Монумент. Монумент. Галеры. В банковское дело. В банковское дело. В банковское дело. Порох капает. Капает. Убрал соседство кампусов, поставил на центр коммерции. Первый посол. Прешил оставить, как было только первого посла. И фе… а, это ещё фесос. Ну, три научные гтшки на карте. Вполне можно улетать Да, я думаю, что так уберется вот этот золотой век Бонусы за соседство Игана явно американец будет в лидерах по науке Покупает миссионеров Люкса, покажи, пожалуйста, свою религию Ага, защитник веры и плюс довольный Ну, нормально, такое, знаете, просто хорошее верование на игру То есть и довольство дополнительное во всех городах не помешает И плюс 5 к силе, если кто-то решит нападать То есть он тут даже больше не про норверца думает, как его захватить А чтобы на него, если кто-то будет нападать, что плюс 5 иметь Он и так плюс 5 имеет на своем континенте Так еще и защитник веры будет, то есть плюс 10 То есть тут на американца нападать То есть остановить американца, возможно, только если ты сам лучше него разовьешься Мне кажется, вот на данном этапе игры Блин, ну как бы мне к мистеру Ди пробиться и посмотреть, что он там делает Кубиту Ну Русский наконец-то поставил на плюс 5 кампус Ну вот, уже 79, уже веселее Занзибар пытается, что ли, забрать Ну, в принципе, да, в этом есть идея Почему нет Наконец-то кампуса поставил, хоть поздновато, правда Ну, это, кстати, вот у него наука, скорее всего, у русского Как раз больше от кампусов идет, чем от коммерческих Потому что у него только 4 коммерческих центра Норвежец обратно отбил Ярославль Ну, я говорил, ну, у него Ярославль будет отваливаться постоянно Обратно забрал Ярославль, хотя он отбился по лояльности А, подождите, так все, если он уже забрал его, то он Как бы не, не, не важно, все равно будет отваливаться по лояльности Не важно, это имело бы значение, если бы он воевал еще А в Занзибаре, ага, в Занзибаре у нас селитра В Занзибар просто надо забирать Хороший город, кстати, выглядит хорошо Там еще кампус, вон, есть на плюс 3 в любом случае Да, Занзибар забирать надо Единственное, что выше вот этой армии он не заберет его Ему надо таран апнуть в... О, религию основывает Православие, православие Не, не, как хочешь, я же просто так Че? А, понятно Коронавирус Ну и че возьмет? Ну он, у него религия с Стоунхенджа, я так понимаю У него священных мест нету Поэтому В том собрании, ну вот Вот это верование, как бы Когда оно будет... Я бы, честно говоря, взял крестовый поход на его месте Вот в данной ситуации, которая у него сейчас тут есть Потому что Его мало кто воспринимает как соперника теперь Крестовый поход можно было бы на норвежца распространить Коронавирус, смотрю, пришел и в Россию В России? Да Ну у нас две, одна в Англии, одна в России В смысле одна в Англии? Что в Англии? Коронавирус Что-то еще что-то? А, и в Англии тоже есть так называется Религия Я уже обосновал Ой, блин, хотел закрыть Пробуем присоединиться Но у него постоянно хреновый стрим Иногда не разобрать вообще, что он там показывает Гавань, верфь, дамбу, кампус Технологические гранты, колосс Ну Слабенько, слабенько Мне кажется, уйдет, что у него будет мало науки Да, я так понимаю, что Селитры у него Не, есть селитра какая-то Плюс 4 идет Ну, мне кажется, что Реально Ему стоило попробовать на мушкетерах забирать Ну, сейчас уже поздно Сейчас уже поздно А так ему стоило Идти Ну, вот еще у него селитра Около Ванкувера Если вы не видите мою мышку На всякий случай Ему стоило Больше сделать дуболомов мечников И попробовать Забрать Потому что Города слабые у нуби Стенами не защищены А даже если защищены Он бы сделал просто Эти Осадные башни И с мушкетерами Осадными башнями Города бы падали просто в лед Даже со стенами То есть Мне кажется Тут 4-5 Мушкетера Хватило бы Мушкетеры Чем плохи Они Медленно двигаются Да Но У него города Нуби Очень близко К нему То есть Нури И Какой там еще город был О, хороший инженер И Напата Я думаю Быстро бы упали А там Мироя бы захватывалась И все Это уже столица Она хорошо Ничем не защищена Тут Подход Очень Легкий Дороги у него К Нуби есть Потому что он туда Караваны посылает А караваниться ему потом Можно с Англией Было бы Ну Вот Проблема Это у Мистера Ди Здесь в этой игре У него проблема Что он Уперт в Нуби Он не может дальше Развиться Это вот Проблема здесь А территория не такая Классная Чтобы как бы Забить на Нуби И развиваться Сеть саму Классная территория У Венгра У Кагыра Но он как-то Не реализует Это почему-то Пока Возможно Пока Конечно Но Так Он пытается В Золотой век Попасть Сколько там До Конца Осталось Ходов Не покажут Наверное Кагыр Даже 4 торговых Пути Еще не создал Представляете У него нету Ну кстати Это Значит что Он по идее Вот эту всю науку Имеет с кампусов Как раз То есть у него Всего 3 Хм Ну вот Интересная будет ситуация Когда закончится век Просто посмотреть Сколько у него будет науки То есть пока Англия Англия точно Практически всю свою науку Имеет С С С С верфей У американца Тоже довольно много У венгров Всего лишь 111 Но Как раз Вот эти 111 Это в основном С кампусов Так что Интересно будет Все таки Но Кагыр Очень слабо Свою территорию Развивает И Очень слабо Расселился Вот это ему В будущем Сыграет Плохо На него Но он Видите Как бы у него Запланированы Тут и тут Города Как я и говорил Видимо Будет забирать Те города Государства Ему бы вообще Уже можно было бы Их забирать Не знаю Армия у него 463 Это Одна из самых Больших А нет 463 Извините 493 Да У него самая большая Армия на данный момент Но он почему-то Не идет Города государства Забирать Давайте посмотрим Как там у русского Так Три хода осталось Три хода И ему надо Три очка До золотого века Давайте посмотрим Как там у русского С Занзибаром Кубит Я тебе на всякие Извините Что я ему подсказываю Просто Человек видимо Каких-то вещей не знает Ты в курсе Что таран На верховые юниты Не действует Ой Не знал Точнее Он действует Только на Милишных юнитов Он и на арбалеты Не действует И на Рыцарей Не действует И на садников Спасибо за информацию В общем Перевел таран Который Ему бесполезен Здесь Абсолютно Ну я думаю Что он все-таки Заберет Но ему надо Этими Пользоваться Осадными юнитами Ну я имею ввиду Катапульты Катапульты Но Занзибар Кстати я думаю Что может Они тут Мы с модом На искусственный интеллект Играем Поэтому я думаю Что Занзибар Ему убьет Катапульту Мне так кажется А вот без Катапульты Уже Тут Тяжеловато Будет Хотя с этой армией По идее берется Но А минус 8.9 У него содержание Юнита 11 золота Минус 8.9 Да В общем повезло Что за Россию На этом месте Не попалось Люксу Самосвалу И Мистер Уди Они бы тут Конечно улетели А вот Кубит Я надеюсь Он потом смотрит Вот в записи Это Мои комментарии Не обижаются Но У него место Лучшее было И не реализовано Просто тут Надо было Улетать И Ты в войне Зачем тебе Вот Ну Ты ставил Античную республику Зачем тебе Тут плюс 15% Рисходит Там плюс 10% Плюс 15% По-моему К великим людям Сейчас Ну серьезно Ты воюешь С городом-государством Тебе не кажется Что тебе лучше Набирать Опыт Юнитом Быстрее Чтобы лечиться Нет Смотрите Не атаковали Катапульту А Или он не на холме Или он может Может атаковать Ну ему повезло Да Тогда он наверное Заберет Занзибар Побыстрее Ему конечно Надо Занзибар В осаду Взять Каким-то образом Поэтому Надо видимо Всадника Убивать Туда Ставить Рыцаря И убивать Вон того Мечника И туда Ставить Рыцаря И тогда Занзибар В осаде Будет Ну Не этим рыцарем Этого рыцаря А уже в осаде Хорошо Уже в осаде Но не этим рыцарем Надо было убивать А полностью Здоровым Который Потому что Этого рыцаря Убьют Теперь А его точно Убьют В общем Кубит Еще и воюет Так же фигово Как и я Так что Ну да Можно поатаковать Мечника Почему нет В принципе Но У него В следующем ходу Начнутся Большие проблемы С деньгами То есть Минус Это Это он сейчас В несчастье Будет падать Не знаю Ему что-то Надо делать Ему Кабул И Преслов Надо было бы Захватать У русского Видите Сверху Дофига территории Вот это Кубит Не только Не использовал Свою территорию Он Он еще Очень Плохо Разведал Карту Ладно Предположим В начале игры Он пытался В темный век Выйти Но дальше Почему не разведать У него Очень много Хорошей территории Вокруг То есть Ему надо было В любом случае Строить армию Например И Видя какая у него Большая армия Например Норвежец бы на него Не напал А он бы эту армию Использовал Для захвата Преслова И Кабула Вот он бы Открыл эти территории Ну и Зантибар Соответственно Тоже Вот это мы Сейчас видим Здесь Проблему Слабой разведки То есть Ты не знаешь Что вокруг тебя Происходит Что вокруг тебя Есть И ты не Используешь Это никак Из-за того Что просто Не знаешь Что вокруг Опять он В Ярославле Отваливается У норвежца Вот зачем Надо было Его захватывать Зачем надо было Воевать Столько ходов Видите Сейчас Да ладно Не убил Рыцаря Ну Зантибар Дебил Ну это Просто Русскому Очень повезло Здесь Просто Очень повезло А Он убил Ему катапульту Ну Вот это Правильно Да Вместо Рыцаря Убить Катапульту Это более Правильно Потому что Вот этими Юнитами Атаковать Зантибар Тяжело Кубит Еще Посмотри На свои Деньги Еще Ладно Харе Уже За него Играть Не буду Больше Подсказывать Давайте Глянем Что Англичанин Город Идешь Стать Метку Можешь Народ А сколько Осталось У вас До следующей Эпохи Один ход Да К сожалению Так Жал Хритрился Не выйти В золотой Век Муха На самом Деле Это Не важно Прозвучало Как Угроза Да Нет Посмотри На Англию Просто 14 Ученых Вход Она Сейчас Науку Не потеряет Подожди Секунду Я это Делаю Потому Что Америка У меня Inquiry За Doc Yard Еще Чтобы Тут По-русски Немножко Извините Я понимаю Что Ты Вжился В роль У тебя Даже Интерфейс На Английском Но Тем Не Менее Inquiry За Doc Yard Что Это Так У меня Чисто Отгавань А у него Кампусы Нет У тебя 14 ОВЛ Не надо Бла-бла Пожалуйста Не Верь С Ну Окей У меня Есть Кажется Библиотека Кампусы Ну У У Кампусов За Хрена У Мне Кампусов Мало Мне Некуда Ставить Ну Как бы Англии Тоже Некуда Ставить У нее Тоже Слабо Все С С Горами А кому Есть Ставить Это Русскому И Норвегии Ну Они Ой Норвегии Венгрии Но Они Этим Не Занимаются Ну Англичанин Молодец То есть В плане Развития Вот Прям Забрал Нуб Нуб Мали Когда Надо Так Сейчас Мы Следующим Ходом Увидим А Сейчас Голосование Будет Ну Ка Я Переключусь На Кого На Русском Чтобы Вам Было Понятно Что Предлагает Научные ГГшки Тоже Давайте Вот Это Кстати В В Пользу Англии Голосование Потому Что Он По-моему Туда Не Послал Никуда Послов Это Против Америки Явно Голосование В Пользу Англии Не знаю Как насчет Венгра Интересней Ну Что За Мониторы Ну Да Я Продолжаю За Люкс А можешь Открыть Окошко Этих Городов Государств Посмотреть Что там Кто Сюзерен Кого Вавилона Фауст Тут Ага Ну еще Женева Есть А там По-моему Канада И Нубия Все Спасибо Ну Сейчас Интересно Так Америка В темный Век Выходит Ребят Голосуйте Голосуйте Кто там Тормозит Норвегия Венгрия У меня нету Был с вами Как это Нету У кого нету А что у тебя Вы сейчас Происходит Прошлая Резолюция Нету Ничего Прошлая Резолюция Вот что в игре У тебя Сейчас Происходит Можешь открыть Посмотреть Прошлая Я Я смотрю Да У него Просто Резолюция Висит А вернуться В игру Нажми И нажми Вот там Где конец Хода Да Короче Норвежцу Не дали Проголосовать Игра Почему-то Он недостойный Ну Компьютер Самого Был Странно Реально У него Просто Вот он Нажимал На кнопку Прошлая Резолюция Ну да Прошло То что Давали Опять он Ярославль Ну что Норвежит Стоило Ярославль Захватывать Да Развлекаешься Каждые Десять Ходов Не закрывай Пожалуйста Подожди Я хотел Посмотреть Что там Они Попринимали В какие Века Повыходили Я имею ввиду Спасибо Англия Золотой Нормальный Век Венгар И Нуби Остальные Все в темном Ну неплохо Так Давайте Глянем На науку Теперь 129 Американец 114 Англичанин 114 Венгар 104 Русский Ну Все равно Американец Смотрите По науке Это Но я думаю Это за счет того Что у него Население Больше В городах Вот это Основное Что у него Плюс 15 Считайте Скорее Это за Население Потому что Кампусов Действительно Больше Англии И Вот это У русского 104 За счет Его Офигительных Кампусов Ну он должен Норвежца Отомстить Как-то Ну и вот Канада Упирается Видите У него нету Нормальных Кампусов Ушло Бонус Соседства За Верфи За порты И коммерческие Районы И Вот теперь У Канады Начинаются проблемы И мне кажется Вот в тот В прошлую эпоху Надо было действительно Нубию забрать Ну и там Производства Не так уж и много Конечно было Надо было Наверное Как-то Дуболомов Поднаделать Видимо Да Ну Тут Аутсайдер Конкретный Норвежец Уже У Норвегии По-моему Тут нету Шансов Никаких Абсолютно Остальные Еще более-менее Русский Может вернуться Забрав Например Норвегию Я не думаю Что американец Кстати Будет на Норвегию Нападать Потому что Иначе он теряет Вообще единственного Союзника Которому караваны Бросает Ему достаточно Его территория Он неплохо Расселился Так что здесь Уже русскому Надо нападать На Норвегию Сто пудово И Канадцу Нападать на Нубию Сто пудово Все остальные Играют в развитие У них достаточно Всего того Что они уже сделали Для того Чтобы Как-то через развитие Побеждать Интересно Что будет Англичанин Конечно Дальше Еще делать Я бы Сейчас Он же Территорию Разведал Ну да Вот А Венгры Прям решил Даже Женеву Забрать Смотрите Он до сих пор Здесь города Не поставил Метки А города До сих пор Не поставил До сих пор Шесть городов Ну Кагыр Просто сам себе Вот сейчас Игру убил То есть Кагыр Проигрывает Сам Сам по себе Вот просто Зачем Зачем забирать Женеву Не поставив Города То есть Чисто Тупо помешать Всем остальным Ничего Сейчас уже Очки Великих Людей Не накапливаются Научные Я понимаю Что государство Никак не влияет На очки Великих Людей Но Тем не менее Поставь тут Города Забирай Нгазгаргаму Что там Еще сверху Какой-то еще Религиозный Город И Женеву Вообще Это хорошая идея Но города Сначала свои Поставь Не будет Объединения Твоей империи Никакой Смотрите Тут территория Где у него Метки стоят Вот Ниже озера Алсуотер Тоже Дофига Всего Можно поставить Давайте глянем Что там У англичанина То есть Я бы На месте Англичанина Разведав территорию И видя Видите Он уже тут Знает Приблизительно Расстояние Американских Городов Я бы Планировал Морской Рейд Какой-то На Американские Города Потому что Тут очевидно Что Основной Соперник Как раз Америка Строит чудеса Пока Ну Планировал Атаку Не на фрегатах Уже На фрегатах Тут тяжело Линкорами Линкорами Было бы Прикольно Или Или можно Вообще Каперами Приплыть И Да Американец Хорошо Идет Самосвал А можешь Просто Кликнуть На Своего Лидера Я хочу Представить Какие там У тебя Бонусы У Англии Так На другом Континенте А Больше Дают ресурсов Железная И угольная Шахта Военные Инженеры Спасибо Мне кажется Он и планирует Нападать На Американца Надо Все-таки Пришел Зашинив Я пока Шел Она Что-то Какая-то Больно Сильная Стала Так что Я не уверен Что у меня Что-то Получится Сейчас Хочу Глянуть На Циф 6 Леша Играет Точка Ру Особности Англии Так Два Дополнительных Железа И угля От Рудников Плюс 20% Здания В промышленной Зоне Плюс 100% Военных Инженеров При строительстве Зданий В промышленной Зоне Плюс Два Заряда Военным Инженером Плюс Четыре Дополнительных Дохода Электрифицированным Зданием Ну Я бы Сказал Конечно Тут Англия И плюс 10 резервов От зданий Верфи Королевской Ну Это Очень Круто Это Все Очень Круто И Что У Виктории Каждый Раз При Станове Город На Другом Котинете Получаете Бесплатный Юнит Ну Вот Это У него Не Работает Строительство Верфи Королевского Флота Дает Копию Сильнейшего Морского Юнита Вот Это Работает У него Сизерен Мистер Раде Да Это Я Но Он Не Ведет Англия Сейчас Будет Получать Еще И Морские Юниты Сейчас Никому Не Дает Боноса Хорошая Цивилизация Очень Вовремя Англичанин Ну Бибро Сейчас Я уже Начинаю Больше Ставить Чукчи Си Это Там У Американца Море Чукчи Есть Что Ли Прикольно Реально Такое Море Есть Венгар Че Можешь Разведчика Куда-то Где Я Начинаю Сейчас Уже Больше На Англичанина Ставить Море У тебя Чукотская А Ну Чукотская А Чукотская По-английски Чукчи Си Называется Он Наверно Там Давно Ставит Я даже Боюсь Представить Как Алексей Меня Видит Там Английский Подлог Возле Меня Англичанин А там Вот Метка У тебя Ты Поставил Это Для А Это Для Карты Типа КГРК Ты Можешь И Кого Ученого Забрать Пожалуйста Не Успел Ты Прям Так Встал Красиво А В смысле Че Кого Забрать Ученого Да Ну Если Ты Говорил О том Что Забрать С этого То Я Не Успел Кто-то Забрал До Меня Ну Уже Видите Англичан Видит Всю Карту Ученого Возле Моего Города Скорить Убрать Или Забрать Говоришь Забрать Убрать Сказал Англичанину Повезло В том Плане Ну Коя И Американцу В этом Повезло Что У него Один из Соседей Почему-то Слабо Развивается Это Я имею Венгра Ну Относительно Слабо Конечно По сравнению С норвежцем Который Сосед Американца Венгр Более-менее Ну Видите У норвежцев Вообще 64 64 27 Уже Русский Его даже В два раза Опережает Но Русская Эмир Это За счет Того Что у него Офигительная Территория Просто Здесь У нас 128 Науки Англичанина Русского И Американца Ромашку Испортил Сюда Сейчас Я посмотрю Какую Где ты Что-то Испортил Себе Открыл Наверное Что-то А Вижу Да Понял Ну У него тут Уголь Появился Поэтому Он не сможет Здесь Поставить Район Видите Вот у него Ромашка Балава А Можешь Подержать Пока Технологическое Дерево Спасибо Надо Англичанина Попросить Открыть Англия Между прочим В авиации Да Кстати Англичане Можешь Открыть Пожалуйста Технологическое Дерево Спасибо Да Англия Уже в авиации И он Прямой Наводкой Идет В алюминий У тебя Науки Больше У американцев А куда там Американец Интересно Такошел Ну Мне кажется Вот мне кажется Что в данном Суще Англичанину Стоило В линкор И тянет В авиацию То есть Ну а Зачем ему Авиация Здесь На Венгра Нападать Я думаю Венгра Туда же Идет И Приблизительно Они одновременно Могут там быть Давайте Глянем Что у Кагыра Тогда Кагыра Ты можешь Мне открыть Дерево Технологии Своё Люкс Я там Сделку Кинул Да Наоборот Вправо Мотани Немного Спасибо Да Да Он может Кагыра На авиации Забрать Кагыру Кагыру далеко Даже До аэропортов Где-то Ходов 6 Как минимум Ну Я сейчас Запорол Кампус Поэтому Сорян Не знал Что ты Того Не хочешь Даже ниже Есть Ну Вот здесь Кагыр Не прав В том плане Что он Пришел Кирасирами Он Как я говорил Он не поставил Тут города Вместо того Чтобы поставить Эту армию Он лучше бы Поставил Тут города И забирал Нгазгаргаму Ну и Женеву Этот город А тут еще Ему нужны Либо катапульты Нужны Либо Эти Вообще У тебя мой район Должен действовать На твой район Кстати А русский Так и не забрал Занзибар что ли У тебя тоже Должна быть Плюс 2 Серьезно Пока нет Ну Ты где-то Да Да Ты достроишь Будет Бедный Занзибар Пилит Нет Он забирает его Потихоньку Все-таки Но это Что-то Очень долго Хотя у него У него даже еще Стены до сих пор Есть Прикол Да Да Ну Так Меня интересует Мистер Ди Он как-то Хоть что-то Пытается Как-то Выправить Улучшить Свою ситуацию Так Он строит Геликарнас Строит Киллу Кисевани Верфи В армию Не особо Идет Чтоб Нубию Захватывать Все как-то В развитии Короче Я считаю Вот За Англию Ну да То есть Он видимо Самолетами пойдет Заберет Венгра А потом Линкорами Приплывет Похоже К Англичанину Либо Англичанину Надо идти В линкоры И Ими Приплывать К Англичанину Когда Американцу Идти в линкоры И приплывать К Англичанину Когда тот Будет на венгра Ну правда Он же не знает Что он на венгра Собирается Нападать Выглядит Может Это у меня Так Глючит Или это у армии Реально Такая Не Не может быть Такая сила Слушайте Слушайте На стриме У Мистера Ди Показывают Что у Англии Сила 5 Но это ж Явно Наверное Глюк Да Я Приблизительно 50 раз Больше В 100 раз Больше Ну это только На стриме Потому что У меня 577 Ну да Это Глюк Видимо Отображение Здесь Такой Ну Потому что Не может быть У него 5 Там У него Куча Кораблей Он строит Верфи Корабль Получает Это Конечно Круто Очень Крутой Бонус Английский Так Я хочу Производство В городах Посмотреть Самосвал Можешь Когда Закончишь Выбрать Столицу И попереключать Дальше Остальные Города Просто Посмотреть Что там Какой Выхлоп Лондон 33 36 12 12 26 25 11 Ну Не особо Много Производства Кстати В городах Треть Оказывается ГГшка Есть А эти Бывшие Малийские Спасибо Так Давайте Глянем Улюкса Мне кажется Улюкса Лучше Производства Личанин Так Улепетывает Откуда Потому что У него Сейчас Засозеренен Люкса Ты тоже Можешь Так Выбрать Город И Покликать Ну что И Ты Обращаешь Эти Ну я имею Ввиду Остальные Города Просто Попереключать 9 33 21 Да нет Тоже Ну Вашингтон Только Сорокет Вот Вашингтон Хорош Ну Хотя Новый Вариант Начальство Нью-Йорк Тоже Да Все Так Да Побольше Производства Спасибо Побольше Производства Американца Он Раньше Поставил Промышленные Площади Просто Ну тут Два Лидера Просто Два Лидера Англия И Америка Если Англичанин Забирает Венгра А скорее Всего Он В это Идет Собственно То Мне кажется Он тут Победит Потому что Венгар Хорош А я к тому Что даже Если американец Решит При этом Забрать Норвежца Ну вы видите Да У Венгра 115 56 У норвежца 70 27 Несоизмеримые Цифры Правда Американец Может дальше Пойти Русского Забрать Русский Тоже Отстает Ну Американцу Точно Надо Норвежца И русского Забирать Потому что Англичанин Стопудово Идет В самолет И забирает Ну тут конечно Еще Есть такое Слово Как Алюминий И его Может быть Не быть Просто На такой Огромной Территории У кого-то Из соперников Если у Англичанина Нету Алюминия То это Конечно Грусть Печаль И ему Что-то Придется Другое Придумывать Но если Есть Алюминий То Венгар Обречен Он Слишком Отстает По Науке А потому Что Блин То есть Кагыр Очень Медленно Все Делал У него Было Производство Мне Кажется Я Еще раз Гляну Я Не Заметил Что Он А Он Прокачку Берет Да Больший шанс Сбежать То есть Он Украл В Вашингтоне Деньги Самосвал Наведи Пожалуйста На Правительственную Площадь Хочу Представить Что там У тебя Построено Не Успел Прочитать Спасибо Ну Он Взял Плюс 20% Производства После захвата Городов Границы Ну да Если что Я не собираюсь Оттуда Ити Я просто Типа Рыцарями Самая Большая Армия У Америки Ну Люкс Построил Как раз Морские Юниты Испугался Англии Конечно Я хочу Вот сейчас Начнется Ход У англичанина Достроиться Вон там Сверху Был Гавань Строилась Посмотрите Как у него Появится Юнит Если появится То это явно Фрегат Наверное Должен быть Я тебя догоняю Только Сейчас Какое-то Чудо Достроил Англичанин Еще К тому же Блин Нет Не достроилась Тут гавань Следующим ходом Блин Отрубилась Давайте Смотреть Что там Кагыр Делает Кагыр Если смотришь Запись То Ты очень Медленно Расселялся И развивался Кагыр А покажи Свою территорию Такую Вот Общую Спасибо Ну у него Есть Производство Тут вот Эти Тропические леса На холмах Находятся Мне кажется Именно Как эти Были Тропические леса О Мавзолей В Геликарнасе Как гры Построил Что Кстати Немножко Странновато У него не так Много Морской Тут территории Чтобы Мавзолей В Геликарнасе Ну конечно Два заряда Инженера И флотоводца Неплохо Не спорю Два раза Как бы Использовать Но Не Его англичанин Заберет На самолетах Заберет У него Лучшая территория Была У Венгра Ему надо было Быстрее Кампуса Ставить Да Несеренно то Что Такая Небольшая Разница В науке На самом деле Но Англичанин Намного Более Темпово Играет Намного Быстрее У него Все это Происходит Вот И знаете Вот Несмотря на то Что американец Как бы На 40 Науки Вперед Идет У меня Вот ощущение Что Англичанина Лучше Все равно То есть Ну Хорошо Американец Сопережает А что Вот он Может Реально Такого Сделать Чтобы Англичанину Помешать Выйдет Даже Самолетами Он точно Не может Ему ничего Сделать То есть Только Линкорами Да А В Линкоры Я думаю Что Они Примерно Одинаково Выйдут То есть Тяжело Будет Брать Города Англичанина Линкорами Когда У него Тоже Есть Линкоры Так Вот Сейчас По-моему Должен У англичанина Появиться Какой-то Юнит После Строительства Гавани Да А Броненосцы Появляются Ну Это тоже Нормально Вот У него в лице Достроил Гавань И у него появился Броненосец Конечно Какой-то очень Крутой бонус Я считаю У Англии Ты строишь Гавань И тебя Юнит Дают За это Причем Еще Англии Повезло Как бы Это тут В тему Несмотря на то Что Пангея Но здесь Англии В тему Эти морские юниты Потому что У него как раз Главный соперник На море Находится Культура у всех Мало По той простой Причине Что нету Культурных Городов Государств Просто Ниоткуда Брать Эту культуру Прикол Мне кажется За счет Того Что у Англии Есть Броненосцы Я бы уже Объявил Войну Американцу И броненосцами Его флот Побил Это Англичанин Ставил метку Чтобы расширить Карту Ну Опять Какое-то читерство В этих В циве Есть Ну Это Конечно Ломает Многое Ощущение От игры О Сейчас Еще Рационализм Он поставит Плюс 100% Ну И чудеса Ему поменять Надо Потому что Нафига Ему Плюс 15% К чудесам Классической И Античной Эпохи Англичанин А че Карточку Не поменял Ну Там у тебя Снизу Снизу Слева Осталась Карточка Которая По-моему Тебе Нафиг Не нужна Уже Нет 163 Науки Это он Рационализм Поставил Ну Все равно Отстает Конечно От Американца Но Это Это Не то Отставание Которое Его Должно Беспокоить Сейчас Он Откроет Алюминий Слежит Вот Я хочу Посмотреть Будет У него Алюминий Или Нет Ну Блин Если На Такой Территории Не Будет Алюминия В Затницу Такой Баланс Блин Вообще Оно Не Работает На Эти Ну Слежит Что Там Написано Я Так а Все Пишите Пожалуйста В комментариях Как вы Оцениваете Этот Новый Формат Спонсоры Канала Все серии Могут Прямо Сейчас Уже Во вкладке Сообщества Посмотреть Для всех Остальных Продолжение Выйдет Завтра Спасибо Что досмотрели До конца Я Алексей Халецкий Тот Кто Сделал Это Видео Пользуясь Случаем Хочу попросить Вас Поставить Лайк Оставить Комментарий И поделиться Этим Сейчас На своем Экране Играйте В умные Игры И всем Пока